Творение Целана про Розу. И, собственно, там, может быть, есть такой скрытый сюжет, связанный с тем, что Роза Люксембург в тюрьме видит сон с этими разрезанными, накровавленными быками. И позже в письме трактует этот сон как глобальное кровавое разочарование в идеях коммунизма. И вот это вот такое продолжение. На самом деле это горько, это страшно, это как... Вот она, политика, как переживала. Смерть прищуренных в полночь. Это не руки текут, это не губы текут и текут, превращаясь в чахлую слизь. Это не розу несут в красном разорванном море разорванные быки. Это не роза. Нет в тюрьме разорванных роз. Очередь бесконечна. Сон пожинает упавших. Они именуют. Нас похоронят, когда они скажут. Слушай, а у тебя есть фейсбук? Нет. Ну ладно, тогда я не прочитаю. Я хотела прочитать «Юмар чёрных дней» ещё, но у меня его не оказалось. Лена, откроешь? В нашем городе поселились чудовища. Они воруют порох на складе за городом и раздают его детям. Дети не вполне понимают, что с ним делать. Какая-то пыль. Язык всегда на шаг позади. На самом деле чуть-чуть сейчас. Три дыма. Катынь. Кал вокруг клешней. Война. Я открыла дым. А они говорят. Сады на ресницах. И прикрытое зрение, пока не вскрикнет, вьётся. Они выделяют главных. Из их выделений сделали мыло и мёд. Пока подпрыгивали умершие, а мы играли. Мир. Холод. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok